Приветствую вас! Вы знаете, я бы сказал, что ответить на этот вопрос можно, в общем-то, в двух формах, да, в форме общего какого-то такого направления общих рекомендаций и в форме конкретных превентивных моментов, которые связаны непосредственно с вами. Непосредственно с вашими переживаниями и непосредственно с вашим восприятием ситуации. Вот, не скрою, меня немножечко коробит, когда люди задают такие общие вопросы, потому что, ну, мне кажется, что тут налицо такое пренебрежение к себе, какое-то такое подсознательное ощущение, что моя проблема, она такая же, как у всех, и что какие-то общие советы мне помогут, какие-то общие рекомендации мне помогут. Вот, на самом деле это не так, потому что проблема индивидуальная, как индивидуальный вы, как индивидуальный, собственно, каждый из нас. Вот, и именно поэтому я призываю вас в любом случае не считать, что ваша проблема решается так же, как, к примеру, может решиться такая же проблема другого человека. Это первое, что я хотел сказать. Второе, значит, если мы говорим об общих рекомендациях и такие достаточно поверхностных, то они довольно простые. как можно больше вставать, как можно больше получать новых эмоций, новых впечатлений, взаимодействовать с, значит, представителями интересующего вас пола, вот, получать их понимание, ну, не идти на сближение, конечно, конечно же, не идти на сближение, потому что можно натворить, натворить ошибок, можно еще больше к себе навредить таким образом, вот. Просто получать внимание, просто как бы вспоминать о том, какой вы, вот, представитель своего пола, да, и, соответственно, уже обретать вновь уверенность. Вот, когда уверенность вы обретете, ну, достаточно серьезно, уже можно будет, в принципе, идти и на сближение, да, ну, в том числе и на сексуальное сближение, вот, ничего плохого в этом нет. И дальше уже, соответственно, смотреть. Вот, активно рекомендуется заниматься производственной деятельностью, творческой деятельностью, обучающей, образовательной деятельностью, если такая есть. Ну, вот, и побольше, побольше устанавливать и получать новых впечатлений, вот. Анализировать и думать о том, почему вы расстались с партнером, да, только когда вы устанете, только когда не будет каких-то таких больших массивов мыслей, когда будут мыслей все-таки достаточно понятные, достаточно легкие для понимания, легкие для идентификации, вот. И только тогда уже можно анализировать. Вот. Ни в коем случае не принимать на свой счет факт ухода молодого человека, ну, молодого человека или любимой женщины от вас. Ни в коем случае не воспринимать это на свой счет, да, ни в коем случае это нельзя воспринимать, потому что, ну, на самом деле, если что-то и произошло, да, если что-то и случилось, то, как бы, скорее всего, дело все здесь не в вас, да, вот. Скорее всего, вы вообще не причем, и даже если, даже если вы там действительно как-то в этом принимали участие, да, вот, даже если вы в этом принимали участие, что, на мой взгляд, совершенно неправильно как-то как-то себя обвинять, совершенно неправильно думать, что все дело именно в вас, вот, вот, потому что отношения строят все-таки два человека, а не один, вот. И, собственно, именно по этой причине я рекомендую вам не брать на свой счет, да, то, что, могло произойти в ваших отношениях, к примеру. Вот. Дальше. Что нужно? Что нужно? Категорически необходимо проанализировать свое поведение в этой ситуации. Категорически необходимо увидеть, почему ситуация произошла, да, из-за чего ситуация произошла, по какой причине ситуация произошла, чтобы вы свои действия проанализировали, чтобы вы свои шаги, свой выбор отследили, и чтобы это все-таки было у вас под, ну, скажем, под определенным контролем, да. Вот. Потому что в противном случае ситуация просто может повториться. Вот. Ну, еще было бы весьма, весьма, весьма полезно, конечно, проанализировать свои отношения с вашими родными, вашими близкими, вот, для выявления связей, для выявления связей между тем, что происходило у вас, например, в семье, и тем, что происходит сейчас. Поработать необходимо вам и со своими желаниями, чего вы хотите. Поработать вам необходимо и со своим гендерным поведением, то есть, какой вы представитель своего гендера, да, то есть, что вы представляете из себя, как представитель гендера, вот. Это, на самом деле, очень важная история, очень важный момент, потому что, по большому счету, без четкого понимания данной истории, без четкого понимания данной ситуации, ну, проблемы могут быть достаточно серьезными, опять же, ситуация, как бы, рискует повториться, повториться вновь. Вот. А видите, если речь идет о восстановлении, да, то получается, что вы, как бы, действовали по какой-то причине себе во вред в отношениях. И это неприемлемо с точки зрения психологии, что вы действовали себе во вред. Вот. Вы действовали, вы действовали с надрывом так, что, ну, что начали чего-то хотеть, начали чего-то ожидать, начали чего-то ждать от своих, ну, от своего партнера, да. Вот. А это неприемлемо, потому что партнер может вам, в принципе, не дать чего-то, да, он, и, в общем, и не должен давать того, что вы хотите, потому что, ну, партнер, как бы, у него свои, вообще, представления, ну, свои, вообще, возможности, да, у него свои, как бы, силы есть, и, может быть, у него этих сил, кстати говоря, и нет вообще. Вот. То есть этого всего знать, вы всего этого знать как раз таки не можете и не должны. Вот. То есть нужно обязательно проанализировать ещё и данный аспект. Нужно обязательно проанализировать данную ситуацию, нужно обязательно посмотреть, вот, какой вы представитель своего гендера, да, и какой представитель гендера, исходя из этого, вам подойдёт. Вот. И не действовать, не действовать себе во вред. Вот. Последняя рекомендация, такая общая, без привязки конкретно к проблеме, да, будет такой, что, как правило, разрыв отношений происходит именно по той причине, что нарушаются личные границы. То есть мы либо слишком сближаемся, либо слишком отдаляемся от человека. Вот. И вот здесь у вас, вероятно, есть проблемы с личными границами, да, то есть тёткими определениями, где вот я, где другой человек, где мои границы, где его границы, моего партнёра. И, соответственно, мне представляется так, что вот именно границы личные нужно определить. То есть, что я могу сделать для своего партнёра, что я готов или готов сделать для своего партнёра, а что я делать не готов или не готова. Вот. Мне кажется, что это последняя рекомендация, которая может быть дана именно на общих каких-то основаниях, на общих каких-то таких представлениях. А дальше уже, как бы, еще не исходить из более конкретных обстоятельств. Вот. На самом деле, в интернете существует много рекомендаций по этому поводу, типа, что если учёл, вам не нужен, там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я не разделяю этих взглядов, потому что, мне кажется, что это излишний рационализаторский подход. Вот. А то же, что предлагаю я, нацелено именно на человека, на помощь человеку, надеюсь, на помощь вам. Вот. Потому что ситуация непростая у вас. В любом случае, непростая ситуация. Вот. И к ней, соответственно, нужно будет что-то делать. Вот. Поэтому расставание нужно воспринимать как определенный кризис, но как кризис полезный и нужный, который вы могли бы использовать для поиска новых целей, для поиска себя, для поиска своего пути. И рад, что такая история случилась, что вы расставили. Вот. Ну и, конечно, конечно, анализировать свои действия. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.